Хорошо. Я сам-то буду сидеть, чтобы управлять процессом, так как я не могу отойти от микрофона. Но предлагаю вам сейчас встать, чтобы перед вами было пространство несколько метров свободное, где можно было бы сделать несколько шагов хотя бы. Я никого не вижу, но надеюсь, что вы где-то там стоите. Вам не обязательно это показываться, я буду говорить там уже. Значит, мы во время этой ходьбы, она нас займет где-то около получаса этот процесс. Сначала мы настроимся на нее стоя, и потом внутри этого процесса сделаем несколько упражнений. Я буду их как-то предлагать. Итак, давайте начнем просто с осознания своей позы стоя уже. И вот когда мы меняем позу, можем сразу же почувствовать, в чем разница, что мы сидели, а сейчас, если вы стоите, как это перерывается, и в чем разница с тем, когда вы сидите. Высота изменилась и, собственно, устойчивость сама. Я думаю, что это можете почувствовать. Давайте сейчас встанем поустойчивее. Ноги там, наверное, где-то на ширине примерно плеч или бедер. Можем покачаться перед-назад с носок на стопы, чтобы найти какой-то центр, середину. Также оглядимся в пространстве, пока мы с открытыми глазами оглядимся. Вот высоты, высоты тоже. Обычно, когда мы смотрим, оглядываемся из положения сидя, это одно как бы переживание. Другой высоты может быть по-другому видится все пространство. Окей. И затем, ненадолго совсем, давайте позволим глазам закрыться, и опять обнаружим изменения. Как это чувствуется сейчас, как переживается. И вот, опять же, когда мы сидим, у нас обычно больше устойчивость, а стоя она меньше. И вот мы можем это почувствовать, как тело сейчас, через какие-то микродвижения, как оно находит баланс в положении стоя. И так как мы, в принципе, уже достаточно так, за предыдущую практику наполнили тело вниманием, сейчас мы не будем очень долго это делать, но я предлагаю провести волну внимания от макушки до стоп несколько раз, так быстро, со вдохом мы можем поднимать внимание к макушке, а с выдохом просто мягко, с долгим выдохом проводить такую волну внимания сверху вниз до стоп. Несколько раз. Чувствуем, что это меняет, как вы переживаете. И опять же, мы возьмем с собой вот этот фокус внимания на тональности переживания, приятно, нейтрально, приятно. Можем почувствовать, как вот сейчас вам стоится и как в теле в целом вам стоится, так сказать, приятно этот опыт общий, нейтрально, неприятно, менять или это как-то... Может быть, в каких-то отдельных участках по-разному чувствуется. Чувствуется. Хорошо. Затем давайте опустим внимание в стопы сейчас. Немножко побудем с ними, как бы наполняя их вниманием, чувствуя вес. Чувствую, как вес всего тела сейчас стекает в стопы и там собирается. И вот мы можем это ощущать. Затем, чтобы это прочувствовать еще лучше, еще больше, можем начать как бы накатывать вес в правую стопу. Очень медленно. Очень медленно перекатывать вес в правую стопу, просто ощущая, что это значит, как это переживается. Вес тела. Медленно-медленно. А левое при этом будет освобождаться, но при этом все равно касаться полок внешне. И вот когда правая станет тяжелой, вот весь вес там в ней соберется, можем это прочувствовать. Опять же, это приятно, нейтрально, неприятно, как меняется. Потом начать перекатывать наоборот в левую стопу. Соответственно, чувствую, как правая медленно-медленно облегчается, освобождается от веса. И вот как это перекачивание веса чувствуется с точки зрения тональности, приятно, нейтрально, неприятно. И наполнение весом, и освобождение от веса. Опять, когда левая наполнится полностью, можем начать это обратное движение еще раз, еще раз наполнить правую весом. Хорошо, надеюсь, как-то вы чувствуете это. И вот сейчас еще такое маленькое упражнение. Если мы пока только представим, вот представим, что делаем шаг, но не будем его делать. То есть вот, когда рождается этот импульс, сделать шаг, и мы в последний момент себя ловим и не делаем этого шага, просто переживаем сам импульс. Несколько раз можем породить как бы этот импульс. Так вот, ну вот сейчас-сейчас я шагну. Что происходит в теле? Как это чувствуется? Как этот импульс рождается, и как он как бы внутри движется? Потом в какой-то момент, сами решите, когда. Все-таки сделайте пока с закрытыми глазами, но маленький шажочек, такой полшажочка, просто, может быть, проводя ногой, левой ногой вперед по полу, так, чтобы не потерять равновесие. И потом перекатывая в левую ногу уже, которая впереди будет выставлена вперед, перекатывая на нее, накатывая вес. Это можно как-то прожить вот так, всего лишь один шаг, полностью чувствуя его, как он переживается. А потом сделать еще один такой же шажочек, очень медленно, прочувствуя, как рождается мотивация, импульс, как нога переходит, правая уже нога вперед, как накатывается вес на нее, и как все это сопровождается вот этими ощущениями, приятно, нейтрально-неприятно, тональностями. Можете ли вы их различать там в этом простом акте шага. потом, в какой-то момент, давайте позволим глазам открыться, и само это открывание глаз, что оно меняет, когда вы видите пространство перед собой, где-то вокруг себя. меняет ли оно как-то в опыте, в вашем переживании. И дальше я предлагаю первые вот буквально несколько шагов походить очень-очень медленно, вот примерно так же, как мы сейчас ходили с закрытыми глазами, сделали два шага. Вот в таком же режиме походить, просто обращая внимание на сами шаги, на сами стопы, на перекатывание этого веса из одной ноги в другую, на оттенки вот этого переживаемого опыта, приятно, нейтрально-неприятно, и на мотивацию. Вот как рождается мотивация сделать шаг, как она порождает шаг, как физически он чувствуется. Сам шаг. Следующий шаг. Вот если мы замедляемся максимально, насколько возможно, чтобы именно прожить это, все эти аспекты. Аспекты. Вес. Тональность переживания, приятно, нейтрально-неприятно. Рождение мотивации. Сам шаг. Дальше, пока вы сейчас ходите, я предлагаю сейчас обратить внимание на то, где ваш взгляд находится. Где ваш взгляд? Я предполагаю, что скорее всего он направлен вниз, потому что мы часто, когда в тело так вот соротачиваемся на теле, взгляд уходит вниз, куда-то в пол. Это если мы сейчас его поднимем и расширим, попробуем увидеть все пространство перед собой и продолжим движение, но уже с таким открытым взглядом, как будто, знаете, распределяем внимание между телесным ощущением шагов, веса и открытостью визуального пространства, виденью. И так как, я думаю, что большинство из нас находится в каких-то комнатах, то есть у нас не очень много места там, когда вы доходите до какой-то преграды, прежде чем повернуть, развернуться, я предлагаю тоже остановиться, осознать, а как переживается эта мотивация, импульс развернуться. То есть в этой практике я предлагаю максимально разделять, чувствовать по отдельности. Вот есть импульс, и вот он порождает уже физическое действие. Замечать этот процесс. Сейчас, пока мы ходим, пока вы ходите, еще один аспект я предлагаю добавить в эту практику. Вот есть шаги, вес тела, вообще в целом ощущение тела, движущегося, как-то вот ощущений может быть много, достаточно в теле, в движении. Можем это замечать. Тональности приятно, нейтрально-неприятно. Есть визуальный аспект, визуальный канал, и мы через свой взгляд видим много объектов. Каждый момент времени взгляд касается чего-либо. И здесь тоже можем замечать приятно, нейтрально-неприятно. И вот у нас есть этот алгоритм внимания чего-то касается через любой канал восприятия, определяет тональность и дальше порождает мотивацию к следующему действию. вот мы можем сделать это основой своего внимания во время ходьбы. Исследуя это, осознавая, чувствуя. И дальше я предлагаю чуть-чуть разнообразить эту ходьбу. Мы можем вносить несколько параметров изменения. Например, менять скорость. если вы пойдете чуть-чуть быстрее, потом замедлиться опять. Как это перерывается? Что меняет? А... Или на тремень делать остановки? Замечаю. А что вот в мотивации вас собственно подталкивает к этому? Остановиться или снова пойти? Как рождается мотивация к изменению? Где она рождается? Каким образом? Пойти, например, спиной вперед. То есть, как бы задом наперед какой-то, в какой-то момент делать там шаг или два. Или вбок. То есть, вот как-то сможем ли мы начать с этой... с этими шагами как-то чуть больше играть, добавлять разнообразие? Если вы добавляете вот это разнообразие, то порождает ли это такой вот, ну какой-то еще дополнительный интерес, как такой, ну, какой-то азарт, вот такую гривость маленькую, небольшой оттенок. Как это тогда чувствуется? Как переживается? тем я предлагаю делать еще одно маленькое упражнение. вот мы ходим сейчас, вы ходите и у нас сейчас внимание в основном как бы на сам процесс, на сам процесс. Вот ходьба как таковая. То есть ли мы сейчас, если вы где-то впереди себя, вот куда, где вы идете, где-нибудь наметите, наметите такую точку как цель, не знаю, как вам быть, на стене, на стене что-нибудь, например, точка, и пойдете именно к этой цели. Пойдете так, как вы ходите, то есть не там, не обязательно быстрее или медленнее, но просто у вас появляется цель. Меняет ли это что-то в вашем переживании, вашей мотивации, в вашем ощущении, самоощущении. Ну и когда доходите до этой цели, если это быстро очень происходит, там несколько шагов всего лишь, просто повернитесь и наметьте еще одну цель и идите к ней тоже. Просто сам модус мы меняем. Теперь мы ходим по направлению какой-либо цели, когда она у нас есть. Ну и следующим понятным таким шагом может быть такая вот смена модусов. Когда мы то ставим цель и идем к ней, то отпускаем цель и идем без цели, просто осознавая сам процесс ходьбы, когда он является основным смыслом. Вот когда нет цели, а просто ходьба и есть смысл движения, чувства, не переживания. Можем это менять, как бы экспериментировать, что меняется, как вы это переживаете. очень хорошо. И вот мы какой-то я предложил вам такой вот собственно спектр, который мы можем наблюдать. может быть у вас появится еще что-то свое, какое-то поле экспериментов с ходьбой. Дальше предлагаю самим каждому из нас осветить еще примерно 10 минут практики ходьбы. Продолжая экспериментирование, большую часть обращать внимание, больше внимания обращать вот на основной алгоритм. Внимание чего-то касается, определяет как приятное, нейтральное, неприятное, из-за этого рождается мотивация. Давайте оставшиеся 10 минут походим. В конце раздастся звук гонга опять и это будет сигналом к остановке. Остановимся, постоим немножко, но я там скажу несколько слов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok как в целом вам окей и потом опять мы можем позволить глазам открыться и дальше предлагаю вам перейти в положение сидя у меня сейчас будет небольшое теоретическое объяснение следующей части практики я расскажу минут на 10 и после него мы сразу же начнем с практики сидя нашей такой классической медитации сидя, поэтому можете сразу приготовить себе это место пока возьмем пару минут на этот переход но когда мы переходим из одного положения в другое, из одного состояния в другое мы можем как-то найти тоже делать это более сознательно, создано, внимательно вот когда вещи берете в руки когда тело меняет свое положение можем все это осознавать делать частью практики окей, ну я опять же вижу только пару человек хорошо я тогда начну говорить а вы уж там пока усаживайтесь доусаживайтесь что будет дальше вот в этих своих долгих ретритах я предлагаю такой основной формат я считаю, что он очень хорош именно для домашних для домашнего ретрита для онлайн формата да и вообще для жизни направлено это упражнение на осознание как раз в первую очередь того, что нас движет в нашей мотивации и это как раз связано вот с этой темой которую мы сейчас проходим касаемся вот это ведано приятно нейтрально неприятно как одна из таких основных в общем-то наших мотивационных один из основных мотивационных двигателей что за упражнение как это помогает нам и как мы вообще его делаем я его называю формально три незавершения сейчас я объясню что значит значит что мы делаем у нас вот будет час времени час за этот час мы будем несколько раз сидеть и ходить то есть вот менять менять форму практики две всего лишь формы сидеть и ходить медитации сидения медитации ходьбы соответственно как мы это делаем мы начнем сидя и будем ну здесь уже любую форму практики которая вам удобна вы можете взять как основу как якорь например наблюдать за своим дыханием чувствовать дыхание или вот то что мы называем просто сидеть в практике шикантаза то есть вот сидеть всем телом и это основное действие или возьмите с собой вопрос что это или практика ведана как осознание каждого времени этих оттенков переживания тональности переживания все что для вас работает сейчас то и будет основой вашей практики сидя но кроме этого у нас будет еще один акцент это отслеживание импульсов желаний мотивации на изменение любое на изменение от чего происходит изменение откуда очень часто оно происходит из удобства неудобства ощущение приятно неприятно долго сижу там ноги затекли и что хочется понятно их как-то размять появляется это желание соответственно желание изменить практику просто вот как-то вытянуть ноги изменить позу почесаться там не знаю что-то сделать в общем любое или может быть из состояния приходит я сижу и мне становится скучно и эта скука начинает меня мне как бы так внутренне подсказывать так все пора уже закончить пора закончить или наоборот возбуждение какое-то возникает эмоциональное да вспомнилось что-то и нетерпение какое-то возникает вот все это мотиваторы к тому чтобы что-то изменить изменить форму практики и вот это мы отслеживаем что что собственно меня подталкивает к тому чтобы изменить форму практики какое переживание что оно мне так сказать нашептывает через тело через чувства через мысли через какие каналы как именно это происходит и вот тут дальше то что я называю три незавершения мы можем отслеживать вот этот внутренний импульс как мы делаем слушая звук гонга то есть вот приходит там мысли чувства ощущения я устанавливаю с этим контакт я распознаю это приятно нейтрально или неприятно ну чаще всего если что-то пытается изменить мое так сказать текущее положение оно переживается как неприятное окей ну какие бы оно ни было мы распознаем какое оно но дальше мы остаемся с этой с этим переживанием и вот тут мы можем вспомнить алгоритм Элса мы можем как-то как будто обнять это переживание наблюдая как оно движется в нас как оно движется и соответственно мы можем его слушать как слушаем звук гонга собственно как мотивация меняется и как бы почему незавершение три незавершения потому что мы можем замечать что оно уходит а мы продолжаем сидеть мы продолжаем оставаться в той же форме практики и до следующего импульса до следующего вот этой волны чего-то это может быть опять же ощущение это может быть мысль это может быть чувство так три раза а на четвертый раз опять же прочувствовав эту волну мы можем последовать за ней и изменить форму практики и начать ходить и пока ходим опять же мы продолжаем вот обращать внимание на эти аспекты когда мне надоедает ходить когда я уже хочу снова посидеть как это происходит и опять три раза что здесь важно что вот эта форма три незавершения это лишь мое предложение формальное предложение вы можете изменить это по своему усмотрению можете сделать себе два незавершения одно незавершение пять незавершений сколько угодно этих незавершений то есть задача просто отследить волну переживания вот этого к измени вот эту мотивационную волну так сказать вот так это можно назвать как она рождается как она внутри раскрывается развивается и как она уходит неизбежно вот этой элса когда мы обнимаем embrace let go то есть ничего не делаем с этим стоп то есть реакция уходит а я остаюсь я остаюсь я выбираю act последнее то что я выбираю это просто оставаться в том же в той же практике в том же форме практики или через несколько значит таких вот волн я выбираю двигаться за волной и изменить практику то есть еще раз вы можете брать один два три четыре пять раз так сколько угодно но желательно назначить это заранее и уже внутри практики не менять потому что понятно тут мы можем начать хитрить самим собой вот это очень полезный я считаю формат потому что он как раз обнаруживает вот эти наши двигатели наших наших каких-то мотивационных двигателей да что мною движет выборами моими и вот в теме нашей этики это прям ключ я считаю что этика это какое-то действие которое я произвожу в мире вот что еще из часто возникающих вопросов здесь бывает а что считать этим импульсом да вот например что я у меня уже как бы какое-то нетерпение там внутри что все мне надо закончить это это или например считать так же что мне захотелось почесать нос и это тоже импульс завершения у меня нет ответа на этот вопрос вот что вы назначите заранее себе вот вы заранее скажете вот нос почесать это не считается а чувствует давай уже там который вам как-то настоятельно рекомендует изменить практику это вы считаете вот самое главное это осознанность этого всего да что самое главное не формальная вот эта часть а формальная часть как бы такое задание правило которое мы сами себе организуем здесь они лишь обеспечивают нашу осознанность куда направлять внимание на что направлять внимание поэтому если вы назначаете вот определенное чувство определенную силу этого переживания вот этим импульсом который вы наблюдаете то назначаете но при этом вы же все равно будете чувствовать желание например почесать нос окей и здесь тоже вы можете это отслеживать как волну за которой там следовать или не следовать вот такие значит общие общие так сказать общий формат который я предлагаю в этом Андрей написал а я и корей в практике просто сидеть может быть несколько к примеру и дыхание и ощущение тела и звуки окружающее пространство между ним периодически во время практики переключаться опять же эту практику можно очень по-разному понимать я вот как бы я ее так понимаю вот у нас есть само название просто сидеть мы можем его двояко понимать просто как бы ничего больше не делать да и ну так вот расслабленность да расслабленность в этом а второй смысл что это только сидеть да вот это вот тогда само сидение само сидение это и есть основной акцент вот я тогда сижу чем я сижу телом я к этому возвращаюсь вот я сижу в теле и каждое мгновение я возвращаюсь именно в присутствие через этот канал утилешивание такого но это утилешивание включает же все процессы дыхание например точно тоже здесь вот но одновременно с этим вот как бы этот якорь где-то он есть но одновременно с этим я слышу мы еще с открытым глазами обычно в этой практике сидим я вижу у меня есть действительно такое вот общее раз как бы такое открытое такое переживание но это если вам эта практика вообще так сказать заходит если она вам вы чувствуете ее как для себя полезной может быть вам больше сфокусированность на чем-то сейчас будет более полезной вот есть ли у вас какие-то вопросы по самому формату вот этой вот этих трех незавершений особенно те кто может быть первый раз сегодня здесь большинство все-таки бывали уже мне кажется вопросов нет хорошо тогда мы значит вот сейчас уже начнем у нас будет час как я сказал через час опять раздастся звук гонга я скажу несколько слов и и мы значит пойдем на перерыв давайте мы начнем значит практики сидя этот час сядемся удобно устойчив к обычным и на моих часах сейчас 8.52 то есть 9.52 завершим будет удар гонга настройку сейчас я сделаю совсем совсем короткую минуту буквально самое больше на 5 так давайте проверим еще раз позу как мы это обычно делаем просто ее основную структуру тяжелый таз ровный позвоночник макушка головы тянущийся вверх живот отпустим чуть-чуть оглядимся буквально такой совсем короткий взгляд пространства увидим мы здесь в этом пространстве потом можем закрыть глаза на несколько какое-то время почувствуем что это меняет можем осознать также общее состояние какое оно сейчас уже и после определенного времени практики сегодняшней как сейчас в целом можем поздыхать немножко несколько раз более глубокие вдохы долгие спускающие выдох можем знаете как мы делали стоя несколько раз провести такую волну внимания от макушки к тазу со вдохом чуть-чуть вытягиваясь за макушку вверх а с выдохом проводя эту волну вниз отпуская чувство вес как он протекает сквозь тело впитываясь вот поверхность на которой мы сидим со вдохом чуть потянемся за макушку и опять хорошо дальше мы можем выбрать соответствующий основной основную форму практики выбрать быть со всем телом как оно есть или чуть больше вдыхания быть или как-то распределять между вдыханием и телом решить быть с открытыми глазами сидеть или с закрытыми глазами но чтобы вы не выбрали какой бы сейчас фокус основной у нас есть еще определение тональности переживания приятно нейтрально неприятно и осознание вот этих наших мотивационных внутренних движений когда вам хочется продолжать сидеть когда вам хочется изменить форму практики так у нас час и вы можете менять столько раз сколько будет собственно происходить может быть каждые 10 минут будет а может быть вы просидите весь час так будет так и будет и так продолжим эту практику спасибо спасибо Продолжение следует... 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 на спине, и было бы хорошо, чтобы, если под колени положили бы валики. Это можно какие-то подушки подложить, либо просто одеяло свернуть, чтобы колени немножко были домиком таким, приподнимались. Вот. Ну и в остальном это просто удобное какое-то удобное пространство. Накрыться. Под голову тоже можно небольшую какую-нибудь, желательно не очень высокую подушечку, так чуть-чуть, и не очень мягкую. В общем, как-то так удобно, уютно, и вот в валики очень было бы хорошо. Окей, это все. Значит, сейчас 9.55 на моих часах. Значит, давайте по нашему времени, посмотрите, как по-вашему это будет в 10.10. Значит, встретимся. Опять сейчас выйдем, выйдем отсюда, и по той же ссылке зайдем уже готовыми к процессу лежа. Все, до встречи. До встречи.